Друзья, если мы хоть какой-то маленький грех оставим, этот грех нас поглотит. Потом он по чуть-чуть, он потихоньку, он так будет изворачивать тебя, он так будет красиво все делать, так будет показывать какие-то изъяны в людей, для того, чтобы только специально тебя самого отвезти от Ищины. Ты будешь что-то в людей, в кого-то что-то искать, что тот не такой, тот не такой, а у тебя хорошее. Вот это вот орудие дьявола. Вам надо всегда смотреть на себя, потому что Слово Божие, оно для каждого, для себя. Бог лично с каждым работает. Он не говорит, что ты посмотри на того, как тот одевается или как тот ходит, а все наше сердце. Бог говорит наше сердце, друзья. И вот эти приоритеты мы всегда должны держать, даже когда мы выходим. Только Бог, ни деньги, ничего. Очень хороший тоже пример есть, когда выводил еврейский народ, Господь из Египта выводил, да, он говорит, возьмите своих соседей там золото, серебро поберите, да. Они это побрали. Бог нам дает благо. Он нам это все дает. Дарите, живите только правильно. И что они сделали? Сделали идола. Так же и нам Господь дает благо. Это там золото, серебро, может одежда, может машина, или может наша какая-то жизнь. Нам Бог это все дал, и мы с этого потом начинаем делать идола. Вот так же самое эти еврейские народы, вот этого золота, серебра, они сделали тельца и ему поклонялись. Вот мы, когда Бог нас берет себе, Он нам дает все в жизни. Он все нам дает, только нам надо правильно, нам надо не от этого зависеть, а от Бога. Потому что Он это все дает. И не делать потом с этого всего идола. Потому что, знаете, жизнь с Богом, мы даже уже тоже с Наташей в своей жизни замечаем это, что некоторые вещи раз, потом начинаешь переключаться. Но понимаешь, что нельзя этого делать. И Слово Божие тебя постоянно обличает. А почему обличает? Потому что ты Его знаешь, потому что ты Его изучаешь, потому что ты в Нем находишься, и Оно тебе постоянно напоминает о том, что будет с тобой дальше. О том, что придет Христос, вот Он уже идет. И по всем признакам жизни, что творится в мире, да, не было такой цивилизации, как за сто лет она прямо просто взорвалась, знаете, всю цивилизацию. Было все спокойно, все тихо. Но сейчас видно, что уже шаги Господа здесь. И наше сердце всегда должно быть готово к встрече, да. Не должно быть ни обид, ни зависти никого, ни сварливости. И прощение это самое главное, потому что это вообще, это...